привет только что этот был дождь и гром и я хочу вам показать одно маленькое чудо которое создает гром и молния каменный уголь это изолятор молнии и когда молния распространяется над каменным углем она замыкает древесные угли вот когда древесные угли замыкаются выходит водород катион водорода вот смотрите катион водорода выходит и она попадает в шляпу водород попадает в шляпу шляпу гриба вот смотрите видите вот сюда попадает водород и она становится съедобным смотрите водород это легкий газ поэтому водород поднимается и попадает шляпу гриба видите как то есть это технология бога вот энергия молнии распространяется и выходит от этих стрел чтобы энергия плюсовая выходила отрицательные входила отрицательные от корней дерева начинает притягивать те же катионы водорода из-под земли катиона это означает плюсовой вот то есть плюсовая энергия молнии выходит вот вот этих стрел они становятся огненными это технологии бога а если вы не верите то я могу прочитать вам и слова бога что это именно так и есть давайте пожалуйста откройте псалом 7 глава вот и прочтем 13 стих свои стрелы и сделает огненными видите вот эти стрелы становятся огненными то есть видите они все формы стрелы вот и от этой вот этой стрелы бога вот это творение бога да вот от этой стрелы выходит огонь то есть энергия до энергия молнии выходит и она становится огненным эти огненные стрелы разрушает воду да ну по сути они воду разрушают в древесных углях там древесный уголь нагревается под действием замыкания энергии молнии и нагретый углерод отбирает у воды кислород водород освобождается попадает в шляпу гриба вот гриб своей шляпой сохраняет этот подымающийся водород водород легкий газ она поднимается на небо там она заряжается энергией солнца становится радиоактивным и бросает радиоактивные бета-электроны которые разрушают озон это мы говорим северное сияние вот а вот эти стрелы огненные стрелы они создают озон но этот самый озон который разрушает радиоактивный третий да вот и теперь я предлагаю вам еще более подкрепить эти знания с помощью псалма 18 давайте откройте псалом 18 и прочитаем еще что для нас написал бог сотворивший эти огненные стрелы вот прочитайте всевышний подал свой голос обрушил град и горящие угли смотрите древесные угли когда энергия распространяется они становятся горящими то есть они сгорают с водой и создают они он гидрокарбоната удобрения и катион водорода который попадает в шляпу гриба вот гриб это ну шампаньон да вот теперь прочтем еще вот что псалом 18 14 стих он пускал стрелы чтобы рассеять их и металл молнии чтобы привести их смятение видите то есть бог пускал стрелы рассеял молнии вот над поверхностью каменного угля и свои стрелы сделал огненными вот а грибы потому что бог умный да мудрый всезнающий и он сделал так чтобы грибы в своей шляпе сохраняли часть воды которые поднимаются над поверхностью озонового слоя да то есть водород водород сохраняется то есть часть воды вот сохраняется шляпе гриба то есть как я начал снимать видео я хотел вам показать одно чудо да вот я вам показываю чудо вот кто мудрый кто умный кто знающий кто знает химию физику и банально думает чуть-чуть логически он поймет что грибы своей шляпой могут сохранять вздымающийся атомарный катион водорода атомарные это означает течение 7 секунд она сохраняется в любых гидридах гидриды вот это это антиоксиданты то есть антиоксиданты это наша еда то чем мы питаемся если мы сделаем так чтобы в наших теплицах с помощью этого водорода выращивались грибы то мы ели бы не только вот эти шампаньоны но мы бы ели все грибы даже мухоморы поганки и любые грибы которые имеют вот такую шляпу и мембрану приятного аппетита спасибо за внимание ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал спасибо за внимание